Косяк с Азуком был. Ладно, в общем, смотрим, как Би-Би-Кей за Уикима убегает на рандеву с вратарем, бьет и попадает. Попадает он в вратаря. Что могу сказать по этому матчу? Могу сказать, что Весхэм может спокойно бороться за какие-то призовые места, за медали, потому как у него хорошее положение дел. И ему надо обязательно эту игру выигрывать, а от Сандерленда требуется концентрация и попытаться очки эти отнять. Весхэм там Место 6, по-моему, занимает, если не ошибаюсь, и буквально там все, пару очков его отделяет от очень хороших мест, так скажем, Безник вообще неплохо выступает. Вот он там в клан Варсе, там, по-моему, вообще 6 побед из 6 веков, то есть, в принципе, за команду-то не самая сильная. Она средняя, по-моему, команда, я вообще не помню, по-моему, лучше. Почему? Вот такие вот молотобойцы. На Зеленой улице там праздник свой устроили. Такие вот дела. Разыгровочки тут не прошли. Будет волна всяких трансферов, потом что-то у нас Англия решила отказаться от услуг, так скажем, легионеров, и поэтому больше британцев будет со следующего сезона, сколько я понимаю. Так что всякие там аратки уходят, Адам Джонсон, по основу к ему проходит, но там Адриан на воротах стоящий не дает никаких возможностей для реализации. Ну, посмотрим, пока бодрая игра, катают туда-сюда, что-то пытаются сделать, моменты уже были. Борисон перехватывает мяч, но тут Снод во всайде. Снод Грасс. Такие дела. Ларсон. Пас проходит на Уиккема. Ларсон, можно бить, но тут Моррисонс еще все читает и не дает сделать ни удар, а в итоге еще и перехватывает. Такие дела. Атака в Эсхема, 19-ая минута, что придумают, ребятки. Ну, он разворачивается на Дамнинга. Шелви. Так, Уиккем разворачивается. Дает пас на Бронсона, Джонсон входит в штрафную, Джонсон на скорости. На Уиккем, Уиккем. О, это что, скидка, удар, непонятно что. И даже я лучше бью в футболе, чем он, если это был удар. Так, ну что, у нас здесь. Пока отличный гайд команды в плане обороны, в атаке пока ничего придумать не могут. А Джонсон нет. А, ну положение в Нигры. Я думал, что нет, но все-таки там он залез немножко оффсайд. Самый Маус, но залез. Сахо. Не тот, который защитный, а тот, который нападающий. Так, Адам Джонсон. Ларсона есть дальше. Адам Джонсон не в оффсайде. Джонсон, Джонсон можно бить. Ох, его там срубают жестко. Агрессивно действует против него. Ну, промедлил, конечно, долго уже, думаю. Хотя подкат-то был опасный, потому как можно было получить за это красную карточку или желтую. Ну, пенальти точно можно было привести в свои ворота. Нолан, удар. Не точно. Вот так вот Нолан распоряжается моментами. Ну, чего у нас там? 30 минут прошло, бодрый футбол, моментов уже было прилично. Но реализация пока нулевая. Ну, либо отличная игра в защите. От одной и другой команды. Любви Кенко сложно будет играть у него там, ну, не знаю, у меня с ним под лаги, у Лодзика. Я вообще там бить не мог. Когда мы с ним в клан-2 сыграли. Шелви. Пас на Депая, Депай, надо бить оттуда. Ну, не отсюда, конечно. Депай это удар такой там, как мини-халк. Перекладочку Нолану вложил в ногу, а Нолан как... Обработал как пацана. Просто какой-то деревян. Ларсен. Никто не хочет отковаться, ему просто приходится идти вперед. Идет вперед, разворачивается, дает пас на Шеллу. Неплохой Уикием. Эх. Защита пока все читает. Но, вы знаете, Вестхэмп пока не тянет на то, что он отберет очки. В смысле, не отберет очки, а выигрывает, да? То есть он тут у нас... Я его ставлю фаворитом матча. Морисен пока все выжигает. Ларсен, там Дель Пьер у нас был. Так, отмол. Выкинь, обмотает один в один. Выкинь, выходит. Выгодно удар. Ой, 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 ой. Какой удар. Все-таки дерьмовый. Выкинь. Выкинь, выкинь. Короче, вошок. Такие моменты нельзя там наживить. Эх, эх, сейчас бы Тейлзом забить из такого положения. Морисен, дай удар. Фостер в игре. Эвро. Боже. Как я люблю этих. Снот, Снот. Удар. Мина. Ну, вот такой... Такая вот у нас перепасовочка была. И вывел он. Снот. Гресса и Тодд. Не смог забить из выгодной позиции. Но обменялись моментами очень опасными, голевыми. Но пока вообще реализация очень печальная. Что у одного, что у другого тренера. Такие вот дела. Так что первый там заканчивается унылыми нулями. Но Сахо может все исправить. Сахо удар. Но тут Фостер длиннейший шпала. Два метра жеста. Ну и такая вот ничья пока что у нас. Ну, моменты есть, моменты были. Но пока с реализацией вообще проблемы что там, что там. Видите, да, у Эст Хэма, конечно, побольше было. Ну, его хост был. А сейчас будет хост Биби Кея. Сандерленд. И посмотрим, что они смогут сделать. И там, и там есть футболисты, которые способны решить... Уике Мударго от штанги. Ну, хорошо, хоть кто-то уже распечатал ворота. И уже нужно будет Безнику пчаться вперед и свои очки завоевывать. Или хотя бы стараться забить, почувствовать этот вкус. Ну, а Лан Биг тут как тут. Гиггс на дальний удар. Ну что, Ларсон. Уикинг. Нолан. Перепасовки неточные. Эх, ну, соберитесь, ребята. Давайте поточнее играть. Депай очень сильно, по-моему, оттянут. Он сможет ли вообще Депа Мударго? Я вообще не уверен. Мне кажется, вообще Депай можно с таким ББ в центре уставить спокойно. Сахо! Будет пас сейчас давать. Нет, он бьет, берет на себя игру. Идет вперед. Очень... Он большое расстояние, так скажем, пробежал. И все напрасно, потому что этот лох забить не смог. Ну, пока у Бизника вообще реализация просто... Ну, как бы, она по факту нулевая. Но сколько он уже запорол моментов, это, конечно, уже... Ему может аукнется в конце матча. Да уже сейчас аукается, потому что он мог спокойно уже вести. И... Выходы 1 на 1 надо уже реализовывать. Но ББК не дает ему это спокойно делать. Что-то пытается всегда бурлить. Депай может бить удары рядом со штангой. Вот такой вот ответ. Такой вот ответ от Депай. Вот он, наш Дель Пьера. Он сейчас был. Эх, Дель Пьер, патачок. Сахо! Ну, не знаю, все он делает. Он уже прямо останавливается под удар, чтобы там нормально ударить. Но Сахо бьет какой-то косой, кочергой, косой, кривой. О, навес на опорника. Моррисон, удар! Принимает на тебя защита. Ну, давайте, давайте. Уикем. Ну, не открывает. Тут Моррисон, Паснесса. О, Депай уже. Нет, это не Депай. Это не Депай был. Депай, вот он. Очень отходит он. Отходит он к Сентрукович, чтобы мяч получать в стеночку. Неплохо. Адам Джонсон под левую, под левую. Адам Джонсон можно бить удар. О-о-о-о. Свердолар низом забил. ну и бедняка сейчас немножко возьмем дизморалька братишка надо было на своем костец будет правильно правильно ну ничего я думаю что он соберет сейчас яички в кулак и начнется просто битва там одна из первых кстати камни из первых парк который вообще комментируем и твой так ну что он но он отличный пас на сахалу играет стеночку но стеночку как он скинул мяч назад и побежал вперед а на том что адам джонсон вот он мой любимчик я задам джонсона просто готов и не знаю мать ну убить он просто такой суперский игрочонок потому что он играл в сити я просто не так глорил вообще не так нравится англичанин положал еще джейс милнер не нравился из англичанин из англичан играющий манчестер сити хард это понятное дело но хотя хард на самом деле если вы смотрели все матчи порой он такой клоун вообще как бы без этого никуда но он очень много клоун там с вернандо торресом например был такой момент еще там парочку тот же адам джонсон кстати наказывал харта когда уже перешел в стан котов отличный пас но тут ассо но депай главное попадать в стволы потому что у него сила то крутая точность не самая лучшая депай депай выход 1-1 удар 3-0 но это это уже до свидания это уже до свидания на радость не знаю других соперников пока сендерлент лучше в плане реализации он отбирает очки скорее всего скорее всего я говорю еще я пока не храню сахал да боже мой забей то уже ну дерево тупорылы ребят это антиреклама сахал так что если будете его покупать покупайте максимум за лям что он ну такой нулевая вы сами видите меня хотите ну хотя милика я не продам потому что он на пжд качается круто он одна из самых таких восходящих звезд а кто он там у нас поляк да милик он действительно будет потом не плох адам джонсон адам джонсон удар его просто там скрутили и он упал вот так что сахал не берите берите мне живка и чем малачао но я тоже не хочу пытать он маленький заик сахал главное чуваки мараты не сбивайте и все марату хочу тренить до конца этого до конца уэ чтобы он у меня в аяксе сидел да по отнимать мяч надо доказывать удар 4-0 но это уже все то есть это уже все ну как показывал драгва когда он праздновал мяч он так берет ну руки вот так вот ну типа нет все все крест все ну конец типа ну блин гол ты забьешь хотя бы бибико в общем сегодня на коне так скажем но без них и сам виноват он не используя свои моменты удар не прет он имел отличные возможности чтобы забить сахал перехватывает очень тяжелый нападающий скандал видимо еще дерьмовые ну а что поделать кто сказал что будет легко тут у нас избиение молотобойцев адам джонсон под левую удары и штанга мог сейчас пятерик уже грузить просто загружать адам джонсон гвикеи продает джонсон не продаем перехват контракт пошел дпай ускоряется дпай на балансе выходит дай удар пушка гол 5-0 ну да у него такие пушки там по миддлшит есть он вообще выносит такие темы ну а просто на балансе сумок двадцати однолетний просто там на балансе убирает защитника вообще в труху его сминает и такой дальний удаёт дальнюю такую пушечку удаёт вот так вот ребятки играет стеночку ну все видим да что пошла тема дпай удары и шестой это хитрик дпай или четвертый сколько там уже забил ну да короче без ника посыпался посыпался ну блин в одновременно и бибике игра пошла видите какие темы получаются перехватки ну бывает такая тема адам джонсон и тут у нас будет красная карточка кто это у нас это будет у нас какой то там куй ну короче блин зря зря реально сейчас сделает садом джонсон далее удары но не стал скатывать потому что и так шесть правильно ну нет бибике молодец он в принципе отбился ему повезло в какой то момент а потом начал это нагнетать и после там второго третьего мяча уже бедника посыпался и все на сахо один голос обьет пока не хочет сахо общему не сразу на помойку бывало вообще не стоит так что так играли адам джонсон вот он с мячом насильник школьниц Просто играют Играют просто в квадратик Уже в чужой штрафной Коты Что-то в Вестхэм вообще поплыл Ну не знаю Я думаю что в чате напишут Причину поражения Но Бывает что Жалко конечно что интрига матча Интрига матча была до каких-то определенных моментов И мы завершаем этот матч На такой вот ноте мажорной для Сандерленда Черные коты сегодня были Их расширкой На своем хосте Он был гораздо сильнее С соперника и моменты все использовали Мне кажется после этого момента уже поплыл Он написал аха-ха-ха-ха И короче Типа немножко Допай просто блин на корпусе оттесняет Как и пушки такие устраивают Это вообще забей Сколько он там хитрик забил Не знаю Покер может оформить Ну тут нам фиг че скажет Спасибо за просмотр и покедова Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!